Шалом, дорогой пастор Эдвин, рад тебя видеть. Да, взаимно. У нас сегодня с тобой большая дорога, потому что мы затронем очень актуальную и достаточно сложную тему. И когда ты предложил ее, я сразу с тобой согласился, что это действительно очень важная и очень актуальная тема. Тема трудностей, страданий, поиска легких путей, ну и вообще смыслов. Скажи, пожалуйста, как бы ты вообще заглавил эту тему и почему ты именно ее предлагаешь сегодня? Как бы я ее заглавил? У меня вообще с названиями не очень хорошо. Хорошо. Наверное, придется всем вместе думать, а вообще мы в комментариях предлагаем потом, кто посмотрит, даже дать, может быть, какие-то добавочные названия. Как вариант. Друзья, подключайтесь и поделитесь вашим мнением. Почему за эту тему я вот решил взяться? Почему предложил? Потому что время, в которое мы живем, оно дает и бросает очень много разных вызовов, как принято говорить, челленджей. Но на самом деле я вижу, как трудности, с которыми люди сталкиваются, вообще мир, не только люди, я имею в виду в широком смысле вообще мир, вызывает соответствующие реакции. То есть мы, как люди, мы реагируем на все, что проживаем, осмысливаем это. И то, что мы осмысливаем, нас побуждает каким-то действием. И я понимаю, что потрясение последних, наверное, 24 лет, я вот для себя отслеживаю, что с 2001 года, 11 сентября, какие-то начались такие активные потрясения. Вот для меня это было объективно, как-то понятно. Они стали формировать мышление людей. И это в миру происходит. И, к сожалению, мы стали наблюдать, что вещи, которые в миру транслируются, да, вот эти потрясения вызывают у людей реакцию, желание, ну, как бы для себя создать какой-то уголочек маленький, где они могли бы чувствовать себя хорошо, безопасно, комфортно. Вот. И это же мышление, оно проникает в сознание верующих людей, потому что социальные сети это транслируют. Мы как-то вот с супругой недавно говорили, Наталья, она занимается прославлением 28 или около того лет, она лидер прославления. И, соответственно, за такой длинный период есть возможность отследить динамику развития прославления. Вот. У нее очень богатый опыт в этом смысле. И мы заметили, она заметила, поделилась наблюдением, посмотри, какие песни мы пели, да. Например, мы пели «Скоро город изменится», мы пели о том, что мы, как народ Божий, мы несем победу Господа. А сегодня, Господи, я потерянный, найди меня, Боже, Ты для меня прошел там миллион путей, чтобы найти меня и искупить меня. То есть, как бы такой, условно говоря, мы находимся в таком пассивном залоге. И спаси же меня, как бы мы, мы те, кто очень сильно, это я говорю о верующих, даже в нашем поклонении переживаем потерянность. Откуда это приходит? Если в 90-е, когда мы покаялись, вокруг нас было все значительно хуже, но мы жили внутри такой победой, каким-то торжеством, а сегодня это как будто свернулось все в нас, вот мы такие, Господи. Поэтому вот эти все наблюдения, я много могу говорить на этот счет, но они побуждают говорить о взгляде на трудности, на страдания, вообще как к ним относиться, как осмыслить, по-библейски прежде всего. То есть, из такого обширного ответа мы можем сделать вывод, потому что люди, которые не знают тему, они, наверное, все время это слушая тебя, пытались все-таки понять, о чем же будет разговор. О чем же? Простите, друзья, простите за пространную мысль. То есть, мы будем говорить о трудностях, о страданиях в жизни людей, не только верующих. Потому что, когда мы слышим о трудном интернистом пути, который ведет нас в жизнь вечную, мы думаем, что это только удел верующих. Страдания, трудные времена, на самом деле, это удел не только верующих, а вообще, скажем, реальность, данность этого мира, в котором мы живем, к сожалению. И мы поговорим о том, как бы я бы назвал нашу тему так, наверное, что если страдания неизбежны, как страдать со смыслом? Вот так, наверное. Если страдания неизбежать, как тогда страдать со смыслом? Хорошо. Значит, интересно то, что ты заметил, да, вот изменяющуюся тенденцию в отношениях между людьми, в отношениях и в религиозном плане. И вообще, в 20 веке очень популярной, набирающей силу стала такая философия или такая психология экзистенциализма, когда человечество от общего переходит к частному, да. Когда вот этот мой собственный опыт, моя собственная жизнь, мое мироощущение – это есть основа моего мировоззрения, да. Когда мы от общих каких-то объективных, открытых истин переходим к какому-то субъективному личному опыту. Я бы сказал такую вещь, что, безусловно, наш личный частный опыт, вот эта экзистенция, мое бытие, да, мое существование – это то, что есть у нас, это не отнять, не отнять, но является ли он отправной точкой или является ли он базой, является ли он истиной, может ли субъективный опыт каждого из нас быть субъективной истиной, да. То есть вот это моя истина, а это твоя, но не истина, тогда твоя истина для меня мнение. То есть у нас начинается уже проблема с принятием другой истины. Истина должна быть одна, и они каждая отдельно частная. То есть истина – это то, что уравнивает нас перед тем, кто является истиной. Окей. Да, я думаю, что вот как раз одна из тенденций, я это очень четко подметил, это вот пропускать все через себя, и это нормально, но объясняет ли это причины страдания, объясняет ли это цели страдания, объясняет ли это вообще хоть что-нибудь. Потому что именно акцент на себе, он, мне кажется, сегодня, когда его ставят во главу угла, он не объясняет, он запутывает в большей степени, потому что есть миллион опытов вокруг меня, и что же из этого является правильным, или тогда правильным не является ничего. И я бы, может быть, предложил бы в нашем разговоре такую отправную точку в писании, если ты не против, вот как бы один текст… Сейчас, одну секундочку, пока мы у него пошли дальше. Дело в том, что страдания неизбежны, первая реакция человека на страдания, они как бы зацикливают человека на самом себе. Я страдаю, мне больно, меня не понимают, меня не оценили, меня отвергли, да? Да, боль, она как бы разворачивает человека и замыкает… Не поняли… Замыкают в самом себе, и если человек, ну, допустим, если мы говорим о Ишуа, если бы Ишуа думал только о себе, о своей боли, о своих страданиях, он бы не прошел этот путь, но у него была какая-то некая другая цель, которая выводила его за рамки самого себя. И в этом есть для нас хороший пример. Но увидеть эту цель вне нас самих, вот это, наверное, будет главной задачей нашего разговора, я думаю. Теперь можем перейти к тексту. Да, да, это интересно. Я бы хотел начать, наверное, из очень известного текста, знаменитого текста из послания Якова, где он дает такое наставление, это нельзя даже назвать просто рекомендацией, потому что я не думаю, что писание – это просто рекомендация, да, то есть которую можно делать, можно не делать, конечно, мы можем не выполнять слово, но тогда у нас нет основания ожидать результатов действия слова. И он говорит в первой главе, братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, я читаю в современном переводе, считайте это великой радостью. Вот сам по себе уже этот текст, он является парадоксом, потому что испытания обычно ни у кого никакой радости не могут вызывать. Но он идет еще дальше. Он говорит, вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость. А стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков. И вот я очень хочу, наверное, знаешь, в каком-то смысле проговаривать вещи для следующих поколений, для следующего поколения, потому что на их долю выпадает очень много в тот возраст, когда формируется личность, когда у людей формируется мировоззрение, создаются семьи, возникает из-за потрясений вокруг нас огромное количество вопросов. А нужно ли, например, вообще создавать семью? А имеет ли смысл, например, получать образование? А есть ли какой-то смысл в карьере? То есть если все равно вот такие потрясения происходят в мире постоянно? Ну то есть помнишь, когда ковид пришел, то есть были такие в интернете, были такие, особенно для тех, кто нашел с тобой возраста, как бы фотография, состоящая из таких лучек или нашивочек, например, перенесли экономический криз 2008 года, еще что-то, еще что-то. Ну и в конце там ковид 2019, то есть как бы капитан апокалипсис как-то там, что-то такое. Знаешь, на наше поколение выпало столько всего. И наши дети с тобой взрослые, и как-то мои дети, сын поделился таким мнением, вернее, тенденциями, которые в его поколении сегодня набирают обороты. И это часть причины для этого разговора, что молодое поколение находится в таком эмоциональном, своего рода тупике и в безнадежности. Я говорю сейчас не о верующих, а в целом о молодежи. Что оказывается, для меня это было таким открытием, что существует очень большой пласт молодых людей по всему миру, которые находятся вот в этой безнадежности и не видят никакого смысла в бытии, не видят никакого смысла вообще в том, чтобы куда-то стремиться, чего-то добиваться. То есть очень сильное какое-то разочарование. То есть они не верят, что они что-то заработают, могут создать семью, что есть смысл рожать детей, все равно же будут страдания. И вот теперь мы берем Якова. Вот этот вот стих, второй стих, братья, когда вы сталкиваетесь с различными рода испытаниями, считаете это великой радостью. И в чем же состоит радость? В чем состоит? Откуда радость черпать и для чего черпать? Даже я бы тебя спросил, как ты думаешь? Я думаю, что ответ на этот вопрос у нас должен быть такой кульминацией нашей беседы. Потому что это по сути главный вопрос. Как страдать разумно? Как страдать со смыслом, если страдать придется? Где же смысл взять? А я немножко хочу поговорить, ну как бы не то, что о другом, но просто подойти немножко с другой стороны к этому вопросу. В современном мире очень много сводится, как мы говорили, такой, не знаю, в хорошем, плохом, наверное, больше в плохом смысле, вот этот эгоцентризм, который сейчас присутствует везде. Даже в том, что ты сказал. Какой смысл мне создавать семью? Это не вопрос человечества, демографических кризисов, вымирания. То есть мне какой смысл? Какой смысл мне получать образование, создавать карьеру? Не вопрос, я хочу стать хорошим врачом, чтобы лечить людей. Я хочу стать хорошим педагогом, чтобы воспитывать людей. То есть я хочу влиять на мир. Вопрос стоит мне вообще. Какой смысл? Какой смысл мне что-то строить? Все равно все сгорит. Не вопрос, как я могу сделать памятник, посадить дерево, сделать мир прекрасней. Какой мне смысл? Вот этот вот крах, он в основе все-таки лежит такой эгоцентризм. И он приводит людей к определенному поиску смыслов в определенном очень узкой такой категории. И это узкая категория, чуть-чуть раньше мы много говорили о комфорте. Люди мыслят и под смыслом, они подразумевают некую выгоду, которая выражается в частности в комфорте. Потому что цель-то не деньги, цель не власть, а цель создания некой комфортной такой зоны в твоей жизни, где ты будешь чувствовать себя защищенно, уверенно, уверен в завтрашнем дне. Тогда есть как бы смысл жить. Если этой уверенности нет, то как бы и смысла нет. И вот эта вот тенденция усиливается. Люди начинают, для них как бы, не знаю, как светящаяся вершина вообще их собственной жизни и человечества в целом, это два слова. Мир и безопасность. Да, безусловно. Туда, к этим вещам сводятся все усилия человека и человечества в целом, к достижению этой вершины мира и безопасности. И неудивительно, что именно это Антихрист предложит человечеству как конечный результат его предложения. И человечество на это поведется. Потому что Антихрист предложит им эти две вещи. Мир и безопасность. Я думаю, что мы можем сказать, что мир и безопасность на определенном витке развития истории человечества станут настолько высокими ценностями, что люди ради этого, ради приобретения вот этого мира безопасности отдадут все. Свободу, веру, жизнь. То есть все. И надо понимать, что потрясение, которое происходит сегодня в посланнике времени, написано, что Господь говорит, я потрясу для того, чтобы все, что не основано на нем, оно было разрушено. То есть потрясение, которое сегодня происходит вокруг нас, это не стечение обстоятельств, не злая воля людей. Злая воля людей тоже, безусловно, в этом включена. Кто-то на это соглашается и становится участником этого. Враг находит в себе те сосуды, которые это вершат. Но все же, так или иначе, вот если говорить о комфорте и безопасности, это же не только появилось в 21-м столетии как тенденция, да, или мир и безопасность. Это всегда было высокой ценностью. И люди всегда стремились что-то строить вокруг себя. И такая мысль вспомнилась. Я не помню, где я там вычитал, в какой-то книге, но мне мысль понравилась, что все мы, как люди, имеем стремление созидать, строить, даже стремление, знаешь, перед домом разбить красивую лужайку, посидеть цветы, все украсть. Вот это наше очень хорошее стремление все вокруг преобразовывать. Оно соотносится, или оно исходит из той точки, где мы потерялись. Откуда однажды мы должны были уйти. Когда человек согрешил, Всевышний удалил его в его нечистоте и грехах из самого чистого и прекрасного, удивительного места, из Ганна Дэна, Дэнского сада. И вот мысль в том, что все мы пытаемся где-то глубоко на том генетическом уровне воссоздать этот прекрасный сад вокруг себя, как бы вернуться. Только это реально невозможно, но мы пытаемся по своими руками это все построить. Вот этот рай на земле. И, судя по всему, потрясение показывает, что нам это не очень удается. Но мы все продолжаем пытаться. Да, я с тобой полностью согласен. Единственное, я бы немножечко усложнил эту картину тем, ну как бы не то, чтобы усложнил, принес бы в это чуть, может быть, больше горечи и темноты. Человек не просто пытается восстановить утраченный рай. Он пытается создать его без Бога. Это была первая цель, смысл грехопадения. Мы без тебя достигнем твоих высот. И до сих пор человечество тщетно через войны, кровь, все гуманные, в кавычках, проекты человечества оборачивались миллионными трагедиями. И, тем не менее, человечество неустанно идет в этом направлении. Знаешь, попутно хочу заметить, извини, что когда сторонники, так сказать, прогресса и науки клеймят религию за обилие жертв, они никогда не смотрят на то, какое обилие жертв принесла наука. То есть, и сколько людей были, стали жертвами науки на пути ее развития. Почему-то люди считают, что это оправдано. Кстати, да, не только наука, но ты сказал еще в какой-то мере культура. Та же философская мысль, которая легла в основы очень многих идеологий, что идеологии не появляются на пустом месте, они основываются на философских определенных концепциях. И потом становятся идеологиями, всякими измами, коммунизмами, социализмами, да, и потом мы видим реки, реки, реки крови. Хорошо, смотри, значит, вот насчет мира и безопасности, возвращаясь к этому стремлению человечества в целом, и человека в частности, каждого человека, что вот это даже стремление к комфорту становится не так актуально для людей, ну, особенно на Украине, которые бросали, как бы так, комфорт, оставляли свои квартиры, бросали свой бизнес. То есть, безопасность и мир для человека дороже, чем комфорт. Конечно, выживание. Но смотри, я задавал вопрос людям здесь в Украине у нас, неверующим людям на разных встречах, я спрашивал у них, скажите, а неужели до войны у вас в сердце был мир? Потому что многие считают, что именно война украла мир у людей. То есть, что мир – это состояние, когда нет войны. На самом деле, когда я у них спросил, а неужели до войны у вас был мир? Мы говорим о состоянии сердца. Все замолчали, все задумались, и многие согласились. Мира не было. Из этого мы делаем вывод, что это не факт, что если война прекратится, о чем мечтают многие украинцы, и, наверное, не только украинцы. И дай бог. Да, и она закончится, она прекратится. Но значит ли это, что с окончанием войны вернется мир? Установится. Или появится. Потому что мир – это что-то большее, чем отсутствие войны, согласись. Чтобы немножечко разобраться с этим вопросом, почему человеку так нужен этот мир и так нужна эта безопасность, человеку, живущему на земле, человеку, живущему в этой реальности, в которой мы находимся. Ему в этой реальности так не хватает мира и безопасности, что он всячески хочет это приобрести. Мы можем вспомнить, как бы подойти к этому вопросу через идею проклятия. Ну, давай, интересно. Да. И какая связь здесь с этим? Мы можем вспомнить, ну, вообще, тема благословения и проклятия, это огромная вообще тема. Но я хотел бы вспомнить всего лишь несколько первых проклятий, о которых говорит Библия. Ну, конечно же, это книга «Бытие», третья глава, когда после грехопадения человек встречается со своим создателем, и между ними происходит разговор. Господь проклинает змея, но не проклинает людей. Но он говорит, что у их греха будут серьезные последствия, не только у них, но все человечество, вся история человечества попадает в определенную, идет уже в определенном направлении, в котором появились страдания и боль. Да, как результат, собственно говоря, грехопадения человека. То есть, это говорит о том, что это не было запланированной волей Божьей, но стало реальностью по причине грехопадения человека. То есть, в этом нету вины создателя. Но интересный момент есть в третьей главе, когда Господь уже обращается к Адаму, причем интересно, что вначале он говорит с Адамом, женой, потом змеем, а назад идет в обратном порядке. Змей, жена, потом опять Адам. И уже когда Господь говорит с Адамом, Он ему говорит такие слова. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, от которого я заповедовал тебе, сказав, не ешь, от него проклята земля за тебя. Будешь со скорбью питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. Здесь мы видим проклятие, но Бог не проклинает Адама. И самый распространенный взгляд, и об этом говорит и синодальный текст, и многие другие переводы, переводят эти слова проклята земля за тебя или из-за тебя. То есть по твоей вине, из-за твоей ошибки, проклята эта земля, и скорее всего под землей не имеется в виду только почва. Хотя оригинальное слово указывает больше на почву, в первую очередь. Скорее всего, мне так кажется, что это связано вообще с вот этой реальностью, то, что мы называем земная реальность. Вот это вот земная реальность. То есть, но альтернативный перевод и на мой взгляд более интересный, как с точки зрения такого иудейской трактовки, об этом пишет и Борис Берман в своих библейские смыслы, да, или смыслы Торы. Да, комментарии, да. И также в переводе Мандельштама за 1862 год, он тоже переводит этот текст немножечко по-другому, что придает этому тексту очень интересный смысл. Он говорит, не проклята земля за тебя, а проклята земля ради тебя. Не как бы не по твоей вине, а ради тебя проклята земля. И это достаточно необычный взгляд, ну, необычное понимание, что ли, на мой взгляд. Почему? Потому что оно кое-что мне объясняет, что для того, чтобы теперь человек перестал считать эту реальность своим домом, да, то есть, эта реальность становится для него таким местом проблем, боль и страданий. Почему? Ниже Господь и говорит, что ты теперь в поте лица будешь пытаться, влаживая свой труд в эту землю, ожидая от нее каких-то положительных результатов, потому что это нормально, да, что если человек вкладывается, он хочет что-то получить. Но получать ты будешь две вещи. Ты будешь получать тернии, это колючее растение, которое колет и таким образом как бы отталкивает тебя, приносит тебе боль. И волчцы. А волчцы это растение, связанное с такими, как мы в народе называем это, репяхи. Что-то к тебе прилипающее. И вот тут как бы образовываются, как опять же, насколько глубоки слова Торы, особенно этих первых глав, какие удивительные идеи они раскрывают, да, что это невозможно приписать людям, тем более того времени, что в то время, да, это же очень древние времена, люди могли сами по себе додуматься, да, до каких-то таких концепций, которые объясняют природу человеческой беды в глобальном масштабе, да. То есть, ну, на самом деле, здесь и показано вот это противоречивое, болезненное внутреннее состояние человека, когда одновременно эта реальность вызывает в нем и притяжение, и цепляется за него, и как бы тянет к себе, и в то же время его колет постоянно. С другой стороны его колет, да, приносит боль. И отталкивает. Я думаю, что это вообще очень интересно, потому что оно своего рода показывает вообще динамику множества процессов, которые переживает человек с того времени. Что с одной стороны это приносит боль, с другой стороны это тебя удерживает. То есть, иногда это отношения между людьми и болезненные, и удерживающие. Это все вот такое, знаешь, интересное вообще такое вот объяснение. И да, вот я думаю, что человек выбрал этот путь. Я думаю, что возможностей было несколько, да. То есть, один земной тот путь, который Всевышний человеку определил, он не предполагал вот наличие проклятия, наличие вот этих трудностей, работа в поте лица. То есть, это не совсем то, что было Богом изначально вздуманного. Но человек свернул на эту дорогу, и теперь, по сути, этот путь является уже нашим воспитательным процессом, формирующим нас как людей. То есть, это уже неотъемлемая часть труда. Я помню, мы уже находимся там, где находимся, мы уже должны в этом осмыслить, почему так и зачем так, почему волши, тернии и так далее. Кто-то, знаешь, кто-то может сказать, ну, на самом деле, мы уже живем в Новом Завете, и все это уже с нас удалено. Но я думаю, что в какой-то мере это правда, в какой-то мере это... Новозаветные женщины все так же болезненно рожают детей. Да, да, да. Хотя, в принципе, как бы мы уже не живем под этим проклятием в какой-то мере. Но здесь смотри, мне кажется, что здесь вопрос не в личном проклятии. Это не проклятие Адама. Это реальность, в которой пока все мы находимся, как верующие, так и неверующие. В которую мы шагнули, собственно говоря. Из-за греха. Мы уже там. Да. И в этой реальности присутствует страдание. В скорби будешь рожать детей, к мужу будет твое влечение, но он будет господствовать над тобой. Тоже очень загадочный, очень интересный текст, но это отдельная история, отдельный роман, скажем так. И для мужчины, как для главы тоже, то есть это говорит о болезненной, трудной, порой противоречивой, такой амбивалентной жизни человека, когда его и отталкивает, и притягивает одновременно. Какая-то путаница внутри. То, что он не понимает, но при этом он из этого страдает, потому что он не может определиться. И это, кстати, был ли Адам и Ева верующими людьми? Это интересно. Понимаешь, смотри, это же не только для верующих или для неверующих. Получается, через грех первых людей это страдание, оно вошло в эту реальность, в которой мы все находимся. Как верующие, так и неверующие однозначно. Единственное, у верующих людей появился выход из этой реальности и переход в другую реальность, где уже нету этих страданий. Но пока мы здесь, мы подвержены, мы соприкасаемся с этой реальностью, ожидая входа в новую. Да, то есть весь мир он ищет вот этого избавления от боли. И это важно сказать, что, наверное, у нас есть путь, выход и надежда в этих вопросах. Но лежит он несколько в другой сфере, чем наши собственные попытки этого избежать. Вот человеческие какие-то усилия по тому, чтобы создать свой маленький мирочек, в котором мы бы все контролировали. Да, выход получается не в том, чтобы пытаться найти в этой реальности место, где я не буду страдать. Выход из этой реальности, которая пропитана страданиями, это переход в другую реальность. И мы переходим тогда ко второму проклятию, который мы читаем уже в следующей книге «Бытие». Это проклятие, которое получает Каин. После убийства Авеля Бог задает ему вопрос, где твой брат? Он говорит, что я сторож моему брату. То есть тоже интересный диалог. Вообще эти первые главы, конечно, они настолько уникальны, настолько глубокие. И, значит, мы читаем 10 стиха. И сказал, Бог говорит Каину, и сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста твои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда будешь возделывать ее, она не станет больше давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником, искитальцем на земле. Здесь мы видим, как в первом случае Бог не проклинает первых людей, но он говорит, что из-за вашего греха все творение подверглось вот такому исказилось, скажем так. В нем появились боли и страдания. Но здесь мы видим, что Бог проклинает уже Каина. И проклятие заключается... Каина, причем от земли. Понимаешь? От земли, которая уже проклята сама по себе как бы она уже приносит определенные на на самого Каина определенные действия. То есть, в чем заключается суть этого проклятия? Проклят ты от земли, теперь, когда ты будешь вкладываться в нее, она не даст тебе своей силы. Как будто бы, как будто бы, понятно, что тут это такой метафизический пример, когда земля дает тебе силу. Это когда человек ощущает ну как бы это своим местом, что ли, как будто бы сама земля его защищает. Как будто бы Каин потерял некую связь и такое место, где он бы мог почувствовать себя безопасным. Земля не даст тебе больше своей силы, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. То есть, ты будешь теперь скитаться в поисках такого места, где ты мог бы обрести некую защищенность на этой земле, но ты не найдешь ее здесь и просто будешь скитаться. И мы видим впоследствии, Каин становится первым человеком, который строит город, то есть, строит укрепленное место, потому что в древности город всегда означал стена и там укрепление какое-то, где человек пытается найти безопасность. Причем он называет этот город именем своего сына, как бы и это показывает, что вот эта линия Каина, она вся для себя как бы выбирает частью своей не знаю главной идеи это вот этот поиск и строительство безопасного места здесь на земле. Знаешь, интересно, что на иврите слово сын, Бен, и строить, да, это однокоренные слова, то есть, мы строимся в детях, он строится не только в детях, он строится, вот, как бы делает, условно говоря, духотворяет вот этот труд возведения своего дома, своего, своего города, прости. И я думаю, что вот это как раз та идея, о которой мы с тобой говорим, создание мира и безопасности, то есть, первая попытка еще до того, как Бавилонская башня была там попытки построить, первая попытка строительства вот этого города, который строил Каин, выразить себя, то есть, город ради себя, город, которым мы пытаемся, как люди, поставить стены и от внешнего мира отгородиться, и по сути, это строительство, пространство, где я все могу контролировать, то есть, где я царь, где я бог, там и так далее. И ведь именно эти процессы, они сегодня закладываются вот в современных людях, те потрясения вовне толкают людей на строительство маленького мирка, и вот такого, да, как сегодня принято говорить, это мое личное пространство, то есть, я вот хочу на этом даже где-то может заострить внимание, что сегодня в миру из-за потерянности людей и отсутствия понимания своего места в этом мире, вот это строительство моего мира, в лучшем случае там моей небольшой семьи, и вот отделение от всех, и всем сказать нет, нет, не нарушайте мои личные границы, безусловно, есть здравые границы, где мы проявляем уважение, почитание друг к другу, это безусловно так, но, когда, например, в среде божьих детей люди говорят, слушайте, не надо меня об этом спрашивать, это мое личное дело, это мое личное там, мое личное пространство, то есть, человек, по сути, уже начал возводить стены, внутри которых он пытается все контролировать, потому что на самом деле он не уверен в себе, он потерян, и ему не хочется, чтобы кто-то мог задавать неудобные вопросы, кто-то мог сказать, потревожить его тот самый комфорт, человек чувствует некую опасность от тех, даже очень хороших братьев, сестер, которые могут задать вопрос, а где ты, а что ты делаешь, знаешь, как Бог спросил Адама, Адам, где ты, что Бог не знал, где Адам, этот вопрос нужен был точно не Богу, он нужен был Адаму, так и сегодня, иногда, например, мы спрашиваем людей, как ты, я, например, задавая вопрос, я иногда знаю, как человек, я просто хочу понять, а он сам понимает, как он, а где ты, а что ты, и вот даже, к сожалению, вот именно у молодого поколения, у них как бы вырабатывается, они считают это абсолютно нормальным, по сути, выстроить вот эту ограду, никого не пускать, и очень дозированно о себе давать знать какую-то информацию, не дай Бог узнает кто-то что-то больше, ты что, это страх, это говорит о страхе, и вот, как бы, возвращаясь в наш разговор, я хочу сказать, друзья, вы можете выстраивать стену вокруг себя, вы можете пытаться создать пространство, где вы все контролируете, но оно все равно рухнет, потому что у этого нет будущего, это наша собственная царство, где мы все, вот мы прописываем правила для себя, для людей, границы, это очень опасная тенденция, это я бы сказал, это греховная тенденция, я на своем опыте как-то убедился в том, что когда люди говорят, это мое личное дело, это мое личное пространство, это не лезьте сюда, как правило, за этой фразой стоит определенные серые зоны, образно говоря, или даже уже тьма греха, человек просто красивыми словами закрывает это, но тогда свет Божий туда не проникнет, потому что свет попадает при наличии другого человека, да, вот в эти все ситуации, поэтому очень хочу предупредить, друзья, от этого, от этого заблуждения, выстраивания собственных таких зон, это очень... кстати, эти стены не так сложно разрушить, приведу пример, допустим, ты проводишь анкетирование, спрашиваешь у людей, какие-то данные, да, люди говорят, а чего, чего вы лезете в мою жизнь, это моя жизнь, какое вам дело, да, но дайте ему другую анкетку, допустим, заполните эту анкету, и вы получите тысячу долларов, что вы кушаете каждое утро, чем вы, извините, какаете, сколько у вас зубов во рту, сколько у вас волос в носу, человек будет считать эти волосы, он будет писать полнейшие отчеты, потому что ему за это дадут тысячу долларов, да, кстати, 11 сентября после этих событий, мы знаем, в мире, да, особенно в Соединенных Штатах, люди променяли свою личную свободу и свое право на индивидуальность своих данных и прочего в обмен как бы на безопасность, да, то есть не так дорого для каждого человека стоит вот это вот его маленькое царство, здесь тоже люди достаточно, к сожалению, меркантильны и очень быстро разрушают собственные стены, но смотри, возвращаясь к истории с Каином, если прочитать чуть-чуть дальше еще на один стих, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле, и сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно, и вот теперь ты сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, то есть окей, он говорит, то есть это тоже очень сложный разговор, и ответ Каина тоже очень сложный, об этом можно говорить и говорить и говорить, что же на самом деле происходит сейчас между Каином и Богом, но самый простой взгляд в контексте нашего диалога, он не беспокоится то, что он утратил, он не пытается вернуться, он не пытается исправить ошибку, он не пытается раскаяться, по крайней мере, на первый взгляд этого не видно в его словах, он говорит, окей, я принимаю, то есть он не пытается вернуться, он ближе всех, чем мы все, знал, что было утрачено там в Эдеме, он не пытается вернуться назад, смотри, что его беспокоит, я буду с китайцем на земле, и всякий встретившийся со мною меня убьет, вот что теперь меня убьет, безопасность, 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 то есть нежелание вернуться, я теперь хочу сохранить свою жизнь, да, в этой уже теперь изменившейся агрессивной и злобной реальности, не изменить реальность, не уйти из этой реальности в другую, потому что Бог дает второй шанс, да, эта реальность осквернена грехом, ее не изменить, земля и все дела на ней сгорят, но мы по обетованию ожидаем новой, Каин не хочет ничего нового, он теперь, он решил остаться здесь, в этой реальности, но теперь его волнует только одно, безопасность, и многие люди, вот если мы говорим о пути Каина, помнишь в писании, путь Каина, обольщение мздой и упорство Корея, вот это одна из черт Каина, которую я раньше не видел, вот это, наверное, начало его пути, да, всю свою жизнь, то есть, его не интересует, его не интересует не близость с Богом, не возвращение. изменение себя, его не интересует восстановление, да, то есть, теперь всю свою жизнь и весь свой труд и весь потенциал, да, они жили раньше долго, допустим, тысячу лет, он теперь будет строить города, строить плотины, строить бетонные сооружения, он свою жизнь вложит теперь в безопасность, а не в восстановлении разрушенных отношений и не на прокладывание пути в вечность, да, и не на исправлении себя. Вот это, это путь Каина. Вот, это очень интересное наблюдение, да, то есть, вот относительно, я не думал вот в этом контексте там ни о проклятии, ни об этом примере, и вот в итоге очень интересный момент, что действительно его не интересует исправление, его интересует безопасность, и как бы у него есть то, что мы называем таким словом самость, он, да, сам в себе, для себя, и вот это одна из, кстати, черт, вот самость или одна из граней проявления этой самости, это такой глубокий индивидуализм, да, вот мы живем в такое время, где с одной стороны общество говорит, что мы должны принимать всех, мультикультурность, там, и так далее, и так далее, инклюзивность, это такие тренды сегодня мирового масштаба, и пытаются, как бы, люди, политики, идеологи построить общество, которое бы вроде как должно любить и принимать всех, а в это самое время происходит с точностью все да на оморот, люди не по ним начинают все больше себя ощущать потерянными, все больше и больше терять смысл того, почему они находятся на этой земле, почему страдания это часть этого пути, и они пытаясь, вот, силясь, поставить себе собственную какую-то безопасность, как Каин, вот, созидают маленькие такие, как бы, собственные государства, собственные лакуны такие, или для себя, да, такие вот маленькие мирки, вот, и я просто думаю, что очень важно, то есть, понимать, что мы сейчас вот разбираем начало этого пути, как это страдание пришло, как оно раскрылось, на что оно толкало человека, и, по сути, толкает до сегодня, то есть, как если так вот резюмировать до этого момента, мы говорим о постройке собственных мирков, собственных зданий, собственно, условно говоря, да, царства своего, вот, но, я, тут вспоминается, мне, знаешь, вот, одна такая интересная мысль у Клаева Льюиса, вот, относительно этих собственных царств и собственных государств, да, это такое, это большое искушение создать, кто-то созидает компании, огромные корпорации, и это его жизнь, когда-то мы очень хорошие, близкие родственники, мы рассказали, они работали на хорошей компании, в хорошей компании, и эта компания настолько стремилась, значит, заполнить собой всю жизнь работников, что они проводили, как бы, как бы правильно передать мысль, компания не только там занялась коммерческой деятельностью, они внутри компании разыгрывали призы, кто-то летел на отпуск, дорогие места, и так далее, и ребята говорили, мы любим нашу компанию, я смотрю и думаю, слушай, я давно таких слов не слышал относительно того, чтобы кто-то сказал, например, там, среди верующих, мы любим наше собрание, мы любим нашу общину, мы любим, и вдруг я ловлюсь на мысль, что кто-то поймал очень четкий такую мысль, компания, это не про работу, это социум, это восполнение нужд, и ты привлечешь этих работников, завяжешь их на себе, если ты создашь этот замкнутый мир, они здесь работают, они здесь ждусят, они здесь получают удовольствие, финансы, у них здесь все, круг интересов, это и клубы, все, это очень тонкая подмена понятий, понимаешь, и Льюис когда-то говорил такую вещь относительно вот этого земного пути, что очень важно на этом пути к той точке, куда ведет нас небесный отец, к той реальности, в которую нас возвращает наилучшие реальности всех существующих вне греха, очень важно не принять придорожный кабак за отчий дом, мы можем там на работе получать максимум удовольствия, это классно, когда так у человека получается, мы можем создать семью, друг к другу, друзей, что-то, что вот у нас вызывает вот это чувство комфорта, безопасности, радости, но это все равно в самых лучших раскладах лишь временная такая точка какая-то вот в этом пути, но это еще не главное, то, куда нас ведет Господь. Вот хорошо, обрати внимание по поводу компании, которой ты говорил, почему эти люди говорят, мы любим нашу компанию, мы посвящаем жизнь нашей компании, мы впускаем ее в свою жизнь и свою жизнь вкладываем в нее, мы фактически отождествляемся, мы соединяемся, но, но, сори за такой скептиз, я достаточно скептичный, человек, ты много лет знаешь меня, быть не может, да, пока тебе платят деньги, как только зарплаты уменьшатся, как только не будет выезда в какие-то комфортные зоны, да, любовь исчезает. или придется страдать за эту компанию, не за компанию, за деньги, стабильность и безопасность, которую тебе эта компания дарит, защищенность в финансовой сфере, в сфере взаимоотношений, да, такой больше уже эмоциональной сфере, вот, вот, но вспомним Иова, искушение Иова, то, что враг сказал Всевышнему, конечно, он тебя любит, ты его окружил благословениями, но попробуй забери, и тогда мы посмотрим, любит ли он тебя, нужен ли ты ему, и Иов своим примером, своим страданием, своей болью доказал, что человек любит своего создателя, не как продажная женщина, не за плюшки, любит, потому что есть эта любовь, да, не понимает, да, не согласен, да, ему больно, да, ему страшно, но мы ни разу не читаем в книге Иова, что он говорит, я не верю в тебя, тебя нету, он кричит, давай разберемся, он спорит с Богом, да, он взывает, но он верит, и он остается ему верным, мы же помним, похули Бога и умри, это говорит, да, жена, жена, я только вот открыл рот сказать, об этом. Да, да, это мы видим здесь совершенно другой уровень любви, правда? Знаешь, я думаю, что ты затронул, что ты затронул, человеком на самом деле. Ты затронул очень интересный аспект страдания Иова, его осмысленности, потому что если всю книгу Иова, да, читать, мы видим, что финал этой книги, он настолько славнее вот этого начала, но я хочу вернуться как раз, мне кажется, что это очень неуместно, вернуться к первой главе Якова. Вы знаете, что испытания вашей веры вырабатываясь стойкость, вот это то, что происходило с Йомом. Знаешь, вот слово стойкость, я бы, наверное, его сегодня выделил, знаешь, в других эфирах с нашими друзьями на разных каналах, я говорил немножко об этом, потому что меня это очень глубоко цепляет, вот это качество, которым оказывается, к которому нас приводит путь страдания или трудности, пусть страдания, может быть, для кого-то очень громкое слово, но трудности, сложности, вот, сегодня, ну, как бы, что мир транслирует, что тебе нужно жить максимально легко, легкость должна быть, не нужно сложностей, уходи от этого, там, если у тебя сложные отношения, уходи там, нужно двигаться дальше, и вот, что важно, вот эта фраза у Якова, вы знаете, они это знают, они это знают, но он подчеркивает и напоминает, испытание вашей веры вырабатывает стойкость, и вот мне кажется, сегодня в наше, вот эти, в это время, среди всех потрясений, катаклизмов, которые происходят, и, как я говорил раньше, скорее всего, что еще будут происходить, стойкость, это крайне необходимый навык, способность, качество, добродетель, которая, оказывается, нарабатывается, она вырабатывается, в результате прохождения определенных сложностей, стойкость, это же слово, оно означает буквально терпение, то есть мы в общее терпение можем найти в Довом Завете очень много раз, просто современный перевод в данной ситуации его перевел намного более близко и качественно, то есть вот испытание вырабатывает стойкость, и я вот еще, может быть, зацеплюсь на этом слове терпения, стойкость, если ты не против, как, можно ли что-то? Да, давай, конечно. Да, я люблю ковыряться со словарями, вот, и для меня очень важный момент заключается в следующем, я хочу находить, то есть, ну, расширенные какие-то переводы, обычно так это прохожу, вернее, прошу прощения, так это изучаю, мысль уже идет сюда, и вот один из расширенных словарей древнегреческого языка упамэне, это слово, которое здесь переведено, что же оно означает? Находиться под чем-либо, терпение, стойкость, и дальше, храброе и постоянное упорство с надеждой на перемены к лучшему, а также активное противостояние злу и терпеливое подчинение Богу. Знаешь, я позволю себе такую сказать вещь, что сегодня слово терпение и стойкость, они вообще не в чести, к сожалению, у Божьих детей, потому что вот эти страдания, в которые погружен весь мир в 21-м столетии, в 20-м столетии, он вызвал такую волну неуверенности и значит соответствующего запроса. Один из богословов когда-то сказал такую мысль, каждое поколение формирует образ спасителя Ишуа, оно как бы его переназывает, перевыражает по-новому под свои собственные нужды сегодня, здесь и сейчас. То есть в одном и том же библейском тексте вдруг люди видят наличие таких черт характера Господа Ишуа, что они говорят а вот он какой. Кто-то во время промуждения святости говорил посмотрите как он свято-ревнивец и непримиримый победитель лицемеров и грешников. Сегодня люди говорят посмотрите как он нас любит какой он милостивый как он как он простирается какой он нежный во времена там разгула значит эпидемии супер-преуспевания гипер-преуспевания люди говорили оу Ишуа он был плотником у него был бизнес он въезжал на осле осел это мерседес то есть каждое поколение оно как бы подчеркивает что-то в чем оно имеет нужду и я думаю что сегодня как раз вот состояние человечества а значит в каком-то смысле это влияет на церковь на верующих на общины говорит о той потерянности для многих где вот это вот господи сколько же нам терпеть хотя люди еще ничего собственно говоря и не терпели понимаешь больше какие-то такие внутренние накрутки там я не знаю молодая семья где предположим он не моет за собой кружку и это глубокие страдания жены потому что он никак не может поставить эту кружку в посудомоечную машину понимаешь ну грубо говоря вот это ну ты прямо крайние крайние уже формы страданий приводишь извините за жесть извините за эту жесть я не хотел так красочно описывать чьи-то страдания извините всякое совпадение с реальностью совершенно случайно да интересно то есть мы наша тема да о том если страдания неизбежны как страдать со смыслом потому что можно страдать бессмысленно но страдать по-любому придется такова данность реальности в которой мы находимся и эта реальность не соответствует идеалу творца она стала такой по нашей вине но бог наш отец наш создатель наш искупитель по милости твоей создал для нас новую реальность она уже есть это это та реальность о которой мы мечтаем теперь наша задача пройти этот путь и войти в ту новую реальность которая нас ожидает но но есть всегда альтернатива ты опираясь на Якова затронул очень серьезную тему тему когда человек сворачивает с пути потому что слово стойкость его значение это устоять остаться на месте не поддаваясь каким-то вещам ситуациям внешним внутренним которые пытаются сдвинуть тебя с твоей позиции да слово терпение потому что это же греческое слово переводится как терпение да как способность оставаться верным чему-то но если мы возьмем просто слово терпение скажем в русском языке мы увидим два основных значения это способность переносить боль и кстати боль здесь порой является ключевым вопросом который по причине которых человек сворачивает с пути выдавливает людей почему вдруг стало больно физически эмоционально да там как-то и так же терпение как способность не бросать начатое несмотря на то что у тебя не получается вот говорят вот терпеливый человек да вот он начал не получается а если человек сразу бросает мы ему говорим ты вообще нетерпеливый ты хочешь все сразу сразу ничего не получается ты должен потрудиться над этим да и мы видим что терпение и стойкость они подразумевают в себе какое-то усилие какой-то труд да и вот как-то мы говорили слово трудность сама в себе тоже как бы несет какую-то отсылку к труду так вот на самом деле труд и терпение необходимо человеку в любом случае намерен ли он прокладывать себе путь в вечность в следовании за Христом к той новой реальности нам необходимо будет терпение способность переносить боль потому что если вдруг человек меняет сразу свои убеждения если его вера в Бога заключается только от того что ему хорошо не в смыслах внутренней радости которая у всех верующих должна быть несмотря на трудности да как особенно послание к евреям говорится и расхищение имения приняли с радостью что это за состояние это непонятно когда ты теряешь но внутри у тебя радостный отклик это это нелогично один из тех библейских парадоксов как раз один из парадоксов то есть это как бы достаточно странная реакция так вот некоторые люди когда начинают сталкиваться с какими-то вещами что они как бы казалось бы начинают что-то терять в следовании за Богом от чего им становится больно теряют какую-то стабильность теряют какое-то окружение что-то начинают терять для того чтобы в будущем обрести помнишь там кто хранит свою душу ее потеряет кто потеряет свою душу тот ее обретет потому что неизбежно следует какая-то потеря а потеря это всегда больно некоторые люди убегая от этой боли они как бы сворачивают пути они не готовы платить цену которую порой нам приходится платить причем не мы определяем эту цену а Бог определяет цену для каждого да я вот тут бы добавил еще одна вещь то что опять-таки касается этого расширенного перевода слова терпение и стойкость как мы говорили на греческом это одно слово это не просто статичное терпение но терпение основанное на знании человека что трудности принесут славу вот это интересный момент трудности принесут славу мы все равно какие-то вещи делаем многие вещи глядя вперед перспектива да отложенная прибыль есть такое выражение сегодня от чего-то отказываюсь для того чтобы в будущем получить больше лучше и когда мы касаемся сегодня материальных вопросов для людей как бы не проблема я сегодня себя ограничу для того чтобы потом иметь больше лучше там и так далее когда касается наших вопросов ну как бы моих интересов вот так бы я сказал но о славе когда говорится немножко говорится уже о другом о других другая категория вступает в действие касательно вот славы что же это за слава я хочу коснуться вот этого момента о котором ты сказал перенесение боли да терпение как перенесение боли и еще в начале передачи ты вот сказал эту фразу и меня как бы немножко так ну напомнило мне когда человек болеет и идет к врачу то есть есть весьма большая вероятность что он перенесет боль но он идет для того чтобы не переносить перенести боль и получить исцеление получить здравие у нас здесь очень хороший друг мой один служитель здесь большой в Молдове у него был знакомый мужик который вообще не ходил к врачам несмотря на диабет он их боялся панически чтобы ты понимал насколько однажды он загнал себе огромную щепку в руку вот так и ходил оно гноилось оно болело но к врачам он не шел оно распухло вот так он так ходил и все просто когда-нибудь говорили все просто показывали так все знали и все хохотали это страшно было потому что у него так было совсем он лишился ноги из-за диабета и так далее потому что боялся боли которую причиняют врачи и мне кажется что вот то о чем мы говорим попытка избежания избежать страданий это иллюзия это не работает вариант один избежать страдания создать как бы мир в котором есть все кроме страданий это не работает рано или поздно они придут второй момент создать мир в котором я все буду контролировать чтобы не было сознания как Каин тоже не работает да вот что же работает тогда вопрос и почему это важно проходить как Яков нам дает вот это вот важное наставление я хочу как бы в стихах Якова дальше пройти мы говорим испытание вырабатывать стойкость стойкость должна иметь должна настолько возрасти в вас друзья терпение и стойкость нужно настолько подниматься помните активное противостояние злу это очень активное состояние не подавленности да а именно победное внутреннее состояние духа перед Богом смиряемся но не перед тьмой стойкость должна настолько возрасти в вас чтобы вы стали зрелыми и цельными без всяких недостатков вот это очень очень мне кажется так часто уплывающее из нашего внимания истина Божия что на этой земле то что мы проходим оно должно нас делать стойкими терпеливыми и терпение возрастает чтобы в нас возникало и выкристаллизовывалось определенная цельность определенная зрелость ведь к этому Бог нас собственно говоря и призывает как верующих то есть наши страдания они имеют не единственный или страдания или испытания трудности имеют не единственный результат в виде давайте скажем так это первый результат здесь на земле из-за всего что я проживаю я становлюсь более зрелым более цельным не распадаюсь на части как личность не зная кто я куда иду вот как-то однажды ты говорил о том что одно из значений слова проклятие это быть вычеркнутым из замысла то есть вот как-то ты так выразился да и вот сегодня люди которые живут под этим проклятием безбожия они как раз живут в этом состоянии потерянности замысла нет для них все лишено смысла а Яков он нас как бы ведет первое важное что еще в этой земной реальности с нами происходит если мы осмысленно проживаем тяготы и тяжелые времена он говорит ребята есть очень важный результат чтобы вы стали зрелыми цельными без всяких недостатков то есть это невероятный результат я не знаю может быть человеку нравится кому-то жить таким знаешь человеком потерянным на путях своих на путях в этом мире не знать зачем он живет я ненавидел это состояние в жизни до Ишо я ненавидел это состояние где я не понимаю кто я зачем я куда я иду то есть у меня был дикий внутренний поиск я метался в разных вещах чтобы найти ответ смотри то есть Иаков говорит что на пути за Господом те люди которые выбрали этот путь они должны понимать что в их жизни будут трудности и ты очень важно что ты поставил ударение на слово зная что эти трудности не бессмысленны что это тоже часть замысла этот процесс находится под контролем нашего отца не только творца как инженера а нашего отца которого есть замысел по твоему формированию и он проводит тебя через эту жизнь допуская определенные трудности которые тебя формируют как личность но эти трудности будут просто если мы их осмысливаем то есть нам легче принимать это в свою жизнь а не убегать от этих трудностей пытаясь по примеру Каина все-таки найти в этом гибнущем Титанике какую-то маленькую тихую каютку которую пока не залило это иллюзия Титаник тонет он потонет и то что сегодня безопасно завтра станет опасным однажды весь мир накроет то есть мы не найдем никакой точки на земле где будет безопасно хотя перед этим враг предложит нам идеальную картину мира и безопасности дверь на которой роза плыла так вот я все-таки хотел бы уже наверное в заключении сказать насчет того что не только путь за богом труден и вот это создание иллюзии безопасности для идущих путем Каина тоже труден потому что никто тебе просто так не даст ни денег ни дома ни работы ни образования да то есть это не появляется на пустом месте это тоже результат человеческого труда и на этом пути по созданию своего мирка или присоединению к какому-то условно непотопляемому пока еще кораблю да то есть это тоже реальный труд получить образование это трудно все люди которые пытались это сделать они понимали даже научиться на гитаре играть тяжело научиться тяжело играть на губной гармошке научиться трудно тяжело изучить язык кому-то что-то дается легче кому-то сложнее не так-то просто устроиться в этом мире не так-то просто то есть даже сколотить какое-то состояние или что-то еще это тоже труд на котором человеку необходимо и терпение и стойкость и мужество и целеустремленность да где он проходит и разочарование и потери да но как будто бы у нас есть два пути которые трудны и тот и другой и и есть результаты только конец одного пути который ведет нас в вечность к Богу это путь у которого есть настоящий результат настоящий мир и настоящая безопасность путь Каина вот этого твое построение своими руками как бы условно говоря царства Божьего на земле закончится рано или поздно разочарованием и и и трагедией вспоминаются эти слова из псалма помнишь когда псалмопевец говорит что я смотрел на то как живут безбожники и я смотрю что они и я чуть не пошатнулся они живут прекрасно у них все хорошо у них безопасность у них мир у них успех я же стремлюсь к Богу и постоянно у меня одни трудности и он говорит я был как скот помнишь как скот неразумный то есть это это вдруг осознание что если ты мыслишь только земными мерками типа поесть выпить не ходить на работу то это мышление животного у которого отсутствует более высокий глубокий взгляд на смысл человеческой жизни которая не только выживание не только безопасность а есть более высокий смысл когда человек может отдать жизнь ради чего-то более великого пример тот же Ишо и наши первые апостолы так же и потом он говорит в конце что пока я не вошел в освятилище и ты мне не показал да это 72 по-моему салон как сновидение по пробуждению так и ты Господи пробудив их разрушишь их мечты потому что это иллюзия однажды все скажем так условно крепкие люди которые достигли мира и безопасности в этом мире без Бога будут очень сильно расстроены и фрустрированы той реальностью которая откроется я вот может быть с твоего позволения тоже в итоге сделал несколько еще вот добавочных замечаний для наших зрителей я хочу сказать такую вещь что когда мы говорим о таком о страдании или трудностях во первых я например лично не имею ввиду болезни то есть я не верю что Бог дает людям болезни например с целью там как-то поиздеваться или еще что-то то есть я верю что мы живем в такую эпоху где действительно благость и любовь и исцеление Божье они для нас доступны вот мы говорим наверное больше о психологических каких-то внутренних страданиях исканиях человека о осмысленности бытия то есть вот это очень вот этот момент он важен и помимо ну то что ты сказал вот это итоговое вхождение тот удивительный мир который нами был утерян от начала это великая перспектива но как мы из Якова уже взяли да есть что-то преобразующее нас сегодня то есть по сути страдания сегодня или трудности или какие-то там повседневные дела которые может нас томят но они формируют зрелость характер чтобы наша личность соответствовала как можно больше грядущему миру да вот это и еще одна если мы это понимаем да тогда мы с радостью воспринимаем те трудности которые ведут нас к исправлению и подготовке к вхождению в эту новую реальность если мы этого не понимаем мы не видим в этом смысла и мы не можем это принять свободно тогда мы начинаем убегая от этой боли и трудности идти путем Каина и строить себе комфортное место на земле и под корица вишенка на торте в ободрении всех кто решил знаете сегодня прослушав то о чем размышляем в комментариях кстати вот просто поделитесь пожалуйста вашими мнениями вашими взглядами как вы понимали как вы понимаете что касается трудностей страданий вопросы можно задавать это очень важно для тех кто решил вот это не отстраняться а осмыслить вот этот непростой земной путь и воспринять это бремя небес есть очень хорошее ободрение которое говорит Требе Шауля в первом Коринфянам 10 глава 13 стих все испытания с которыми до сих пор вам приходилось сталкиваться были ничем иным как обычным человеческими испытаниями потому что как люди мы должны меняться Бог никогда не допустит чтобы вы были испытываемы сверх сил и он верен своим обещаниям когда вас постигает испытание он даст вам и выход так чтобы вы могли его перенести это потрясающий текст который меня множество раз выводил из ступора когда я думал что все я больше не могу я не тяну я не смогу это вынести это слишком тяжело для меня этот текст всплывал в моем сердце в уме и я понимал окей раз я нахожусь в этой точке значит мой предел больше чем я себе представлял моя способность переносить больше а если она заканчивается он говорит он даст вам силу перенести чтобы преобразовываться вот как-то так дорогие амэн амэн хорошо Ребе спасибо большое было приятно провести с тобой время надеюсь это не последняя наша с тобой встреча нам таки есть что сказать друг другу и с чем поделиться я думаю что нам бы не хватило и двух часов и это мы только разогревались да 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 пожалуй что да спасибо огромное за приглашение очень рад и по милости божьей как будет возможность я буду участвовать с богом шалом 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 я